Как же всё-таки прикольно, что я настроил управление Resident Evil 5. Итак, привет, Пашок, с тобой я Кирилл, и я, собственно говоря, продолжаю дальше ковылять в Resident Evil 4. Это уже у нас первый сезон, четвёртая серия. Надеюсь, надолго она не затянется. Так, тут мы всё у нас сбили. Мы, собственно говоря, продвигаемся дальше на поиски Эшли. И, надеюсь, что дойдут до того ролика, где появится Питер Эс Мендос, которого будут озвучивать MovoPlay.org. Так, извини, опять забыл засечь секундомер. Где он там у меня? Всё, так, засёк. Теперь продолжаем. Прикольно, кстати, управление Resident Evil 5. Ну, прежде чем мы начнём войну, мы для начала избубим вот такую вот тактику. Так. Винтовочка давайте им хашотики понаставим. Так, первым поставили. Так, 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 кстати, они нас могут спалить. Спалить так спалить, да серьёзно. Блин, флаг мешается, ну ладно. Блин, ну гад, не получится. Ну иди уже, чувак. Так, молодец, молодец. Молодец. Ну, возвращайся. Давай, чувак, возвращайся. Да уж. Спец-то охренел, чувак. Да ещё и косой к тому же. Ну ничего. Мы тоже не лыком шиты, мы с ним справимся. Ё-моё. Ты серьёзно? Слушай, не говори так. Я очень боюсь здесь причиндалов, как у тебя. Ну, что могу сказать по тенденде. Надеюсь, тебе понравится очередная озвучка. Мне предстоит опять очень много работы. Появится адавонг, но её я не буду пока озвучивать, так как она разговаривать не будет. Так, 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 так. Ах ты. Ничего, всё хорошо, всё нормально. Так, сейчас, стоп. Ты что, что такое-то? Что? Ё-о. Да, ничего страшного. Всё нормально. Психовать не стоит. Мы пройдём. Я боюсь. Ребята, я вас боюсь, серьёзно. Не стоит, в принципе, вообще зацикливаться на этих ребят, потому что они бесплатятся бесконечно. Так что пошёл сейчас мы только сделаем. Может, даже не сомневаться. Значит, что нам нужно? Нам нужно собрать две детали, соединить их в круг и получить отверстие, с помощью которого мы сможем открыть дверь. Так, что же нам с ними сделать? Неужели опять пьётся одну кидать? Ну ладно. Хотя, что тут пить там? Всё же есть... Ё-моё. Я вообще испугался. Думал, что ты понаставил? Ты не переживай за ранение. Это с каждым может случиться. Жёлтая трава. Отлично. Как раз соединим. Ничего страшного. Чувак, нами не пообедает. Ну, в принципе-то... Вообще, этап не такой уж и тяжёлый. Ну, не считая специальной сложности, конечно. Но, тем не менее, только... Только жизнь... Много упавляется, однако... Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо тебе огромное, чувачок. Ты мне очень сильно помог. И мы нашли первую деталь. Первую деталь. Ничего. Да. Вот это надо уже поосторожнее. Всё же... Что я хотел сказать? Используем аптечку, так как, если нас ранит ещё хоть каким-нибудь любым ударом, то всё. Мы можем умереть, так как её пользуем. Да. Этап его напьём. Этот чувак был использован как наживка. Ну, думаю, с ним ничего не случится. Вообще, на этом этапе убивать чуваков необязательно, так как они спаливаются бесконечно. Ну, я всё равно боюсь. Так, второй чувак у нас находится в том месте. Да, Пашок, ты, наверное, был прав. Действительно, тут очень быстро закончатся аптечки. Серьёзно. Ну, ничего страшного. Так, вот сейчас, думаю, стоит взять дробовик и полечиться, так как... А, может быть, опасная, опасная вещь. Клёво. Клёво. Ещё как. Ну, что же, мы взяли вторую... Вторую часть. Сейчас соединим. Их воедино. Да, и, кстати, не забудем соединить красный камень и кружки, потому что потом в будущем нам это тоже очень понадобится. Сейчас мы входим, ну, вставляем этот уже предмет и входим. Можно немножко расслабиться, заодно посмотрим на время. Вроде нормально. Да, действительно, это был прав. Тут быстро расходятся аптечки. У меня осталось всего лишь две. Ничего, думаю, на поле. В принципе, на счёт. Так, здесь гранаты. Да, действительно, винтовка очень долго перезаряжается, прям как в реальной жизни. Ну, не суть. Двигаемся дальше. В новом приключении. Так, тут есть, если не ошибаюсь, почка. Так, тут тоже. Сейчас будет один сложный момент. Ну, думаю, мы его пройдём. Фейлис, я не намерен. Всё будет аккуратно. Потому что я прохожу, как я тебе уже говорил, глубокую ночью. И мы, что сокровище, его собраться очень легко. Вскоре мы этим займемся. Так, на самом деле, заметили. Надо ещё думать. Если ты больно зато, тебе ноги не пристыли, да? А ты чё думаешь? Это тебе не игры, тут шутки не играют. Точнее, это тебе не шутки, тут игры не играют. Сейчас будет один опасный момент в мошеннике, так что берегись. Точнее, я берегусь, потому что я играю. Всё тоже крайне аккуратно, потому что я недавно играл в Mortal Kombat, и очень сильно запейлился. Поэтому я хочу повторения здесь. Так, осторожнее. Чёрт, меня чуть-чуть не взорвали. О, можно вызывать эту кнопку. В чём дупость этих ганадос? Они убивают своих. Они убивают своих. Так, идём. Так, идём. Осторожно. Так, смотрим, где они там Да Вроде Мы все устранили Наш обогревать слишком долго Эти капканы Поэтому мы их собьем Стоять Так, вот и чувак спятался за дверь Думаю, это сможет вас проучить А вот и не хренов Хотя ладно, с самим ножом Как говорится, как и полагается Находим патроны И ШПНЛ Прикольное начало О, осторожно Да, действительно, я был на волоске Серьезно, но я был на волоске Да И прямо передо мной исчезло золото Жесть Ну ладно Окей Итак, вот и сокровище Сейчас мы его соберем Просто пропустили Ну, ничего страшного Так Маска В маске вставляется три завруда Таких вот И потом она продается Да, очень дорого По-моему, версии на ПСС-2-2-2-2 нет И она есть, но ее плохо заметили Ну, не суть Взяли траву Так Это уже отлично Так, сейчас, если я не ошибаюсь Будет один швачок Мы его С ментовочки А, его нет Но есть другой Просто он заранее выбежал Даже усилий не потребовалось особых Так что Быстро вылезли Пускаемся вниз Так Берем патроны Прикольно Тысяча песет Так, тут можно сбить рыбу Также можно ее использовать Как аптечку Но я этого делать не буду Потому что у меня очень мало места Придется что-то освобождать Это делать очень долго И муторно Поэтому лучше рыбу вообще Не убивать Тем более она живая Нельзя Убивать животных Ну, кроме собак Мутантов Так, ну же Взбираемся поверху И мы снова очкились в деревушке Так, вот я одну ворону Уже спугнул Жаль Так, там еще одна Окей Нет, все-таки Ножом Удобнее сбить Эти капканы Нежели чем Нежели чем Пистолетом Опять такая же махинация Берем И открываем Как будто Встретил предыдущую серию Этот знак Дальше снова будут ловушки Леон Тут надо без вопросов Уже как бы это Знать Потому что Они действительно будут И ты их уже увидел Зачем спрашивать Это так уже все ясно Ты же пророк Не знаешь, что будет Так, тут я себя не ошибаюсь Гнездо Нет Значит не пророк Про гнездо не угадал А, нет, нет, нет Гнезда здесь нет Так, посмотрим на время Уже 15 минут Нормально Как раз до катсцены Думаю успеем Так, посмотрим Если их случая нет Ну и сейчас у нас На пути Первая головоломка Самая легкая Которая в принципе Угадывается с помощью рандома Большой хрустальный Так, шар Давайте крутить Раз И вот так Все Самая легкая головоломка В игре Итак, вот мы видим Хаоти Ой То есть Творца Садлера Извиняюсь Уже путаю С озвучками С дубляжами И мы находим Ключ Ключ с символом Вашей дипломатии Так, наши ключ Открываем Наследуем комнату Окно Так, а под этот Садлер Золото Ну что ж Неплохо Неплохо Вполне неплохо Здесь книги написанные на английском У меня нет времени читать Ну естественно Они будут написаны на английском На ком-то хотел на русском Это все-таки американская игра Точнее японская Но Тем не менее Нам Нам близко Итак, записка старосты ММО Блин Извиняюсь Записка старосты Битороза Мендеза Так, читаем Согласно Согласно инструкциям Лорда Садлера Я взял агента И оставил в живых Почему нельзя было С ним сразу же покончить Я не совсем понимаю Инструкцию лорда К тому же Я бы не стал Связывать их Вместе Как было приказано Одержал бы отдельно Я не думаю Что Луис станет Доверять чужаку Но если они Начнут действовать Сообщать ситуация Может усложниться Если агенту Помогать Кто-то еще Думаю Что это ему Будет только на руку Но может быть В этом и заключается Замысел Лорда Паши Блин Садлера Ставить Нас уязвимыми Для тех Кто помогает Агенту И И Алексе Блин Агенту И Сера Если действительно Им кто-то помогает Вряд ли это возможно Но если Чураки уже Среди нас То нашим Планом Пришел конец Плохая лорд Думает Что стоит Рискнуть Если мы сможем Остановить Тех Кто тщательно Скрывается Как бы то ни было Это приказ лорда И мы выполним Его Безоговорочно Как всегда Так Тут они походу Лоханулись Ну пускай скажут Спасибо тому Тому дебилу Ханадосу Который нас Случайно Освободил Точнее Он как бы Хотел убить Но Ален И Луис Ну или Степан ГТ И Алексей Казались умнее И все это Предотвратили У нас на очереди Катсцена И новая Озвучка Новый персонаж Могов Плей Смотрим Ржем Получаем удовольствие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ребята Это приплыли Ахахаха Ебать как пекарей Блять Часто тянут Фикс нахуй 8 гигабайт Оперативной Памяти Блять На ПК При 8 гигах Она будет Лагать Это полный Пиздец Часто хуйня Ну а мы прошли главу Очередную главу Давайте сохранимся Так ну как я уже говорил про эту ошибку Опять же ставят нам В начале В начале главы Следующий Машинка сохранения Зачем? Когда мы в том что Сохраним Смысл Ну я не понимаю их Собственно говоря Ну и пофиг Идем дальше Леон Я смогу получить Нашу информацию Которые могут помочь тебе Повторяйте Возможно Есть религиозный Группы Они называются Лос Иллюминатос Лос Иллюминатос? Это Музыка В любом случае Я не успешно Работал С большим Чизом В этом городе Но ты ОК Да? Да Но он мог бы Убил меня Но он позволил Музыка И он Музыка Музыка И он Музыка И он Музыка И он Музыка Музыка Слушайте Подожди Ну мы Машка В принципе Чувак Жесткий Он там Может Навалять Люлей Слушайте Этот Разговор Про Кровь Ну ладно Сейчас я Покажу Еще одну Катсцену Надо Обязательно Вернуться Смотрим Очередную Катсцену Смотрим Катсцену 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 да вот такие вот дела мы или женщина в красном но и как ты уже догадался это а добро и как раз таки битва смысл погнался именно за ней но то что с ней будет то и будет это говорится и и пророчество ее судьба и краснятец поговорить с тобой об этой крови который ведь это не сильно напомнило сериал сверхъестественное в том плане что начале сериала у сэма винчестера тоже была кровь демона он тоже был их не крови тогда что же получается то есть ли он получается крови тоже получается вирусной крови канадос то есть у него та же кровь что и петро за мэндеза лорда садлера салазара получается так что так вот у нас он сидел в туалете интересно, что же он там делал ну ладно, это уже собственно говоря его дела и вот собственно говоря если у него та же кровь то он способен на многое на многие плохие дела но как говорится, он все равно находится на стороне добра да, в принципе тут есть отсылка к сверхъестественной почему-то вот чистая отсылка вот там вот то же самое у главного героя тоже кровь кровь плохих ребят тоже вот похоже очень но Димыч Андреевич поймет, он смотрел сериал, он знает так ну а мы продолжаем проходить, попали в дом этого старейшины так проверим кажется люди здесь ведут самую обычную жизнь, они даже книги читают скорее всего читали скорее всего читали пока не стали ну пока не стали быть подвластными лорду Саттлера да, кажется, те люди, кто, человек в этом доме едят обычную еду Леон, не едят, а ели, ели обычную еду кобыль еще не подвластную хотя может быть такое что этот Саттлер иногда их разума отпускает и они ведут обычную обычную жизнь, а потом резко раз, подвласть и они собственно говоря все крушат и ломают убивают пытаются пытаются убить Леон но мы немедленно сохраняемся ну и видео уже идет больше 23 минут поэтому я думаю на этом можно уже заканчивать маловато, конечно голоса Степана ГТ вообще не было а нет, был голос Степана ГТ все нормально был, был, был был голос наконец-таки нового главного героя ой, главного героя не главного героя, а обычного протагониста игры мимошки, мимоплэя надеюсь тебе понравилась озвучка надеюсь я не облажался все такое на картине забрежено озеро может оно далеко отсюда недалеко отсюда ну в любом случае Леону это предстоит выяснить ну а выяснит он это или нет мы узнаем в следующей серии четвертая серия подходит к концу по Шенде надеюсь тебе она понравилась особенно рассказывает про ихнюю кровь но тем не менее итак, ну что же это я заканчиваю чтобы за эту дверью ты узнаешь в следующей серии это у нас был первый сезон четвертая серия увидимся в первом сезоне пятой серии сериала Resident Evil 4 на канале фиг знает что ну что же с тобой был я Кирилл если ты Дима Синдейш тоже смотришь это видео и тебе тоже удачи и пока и когда я в том видео говорил то что ну то что типа Леон все таки это деревня и когда я говорил за этим без обид ты за это мне извини я не хотел тебя видеть все такое так что все давайте все пока следующая часть будет очень интересная надеюсь будут ролики ржачные ролики